Смотрите, обычный стакан. Рот, уакунаем воду. И что? И что? И что? Аааа! И что там дырка есть? Понятно. Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас, как всегда, ежедневный блог, точнее, ежевечерний. Идем мы на ужин, посмотрим, что будет на ужине. Хотела показать вам, здесь у нас, оказывается, в поле отеля играют на пианино. Видите, как это? Пианино, девушка играет. Живая музыка у нас, а у вас слушает и жива. Живая музыка. Живая музыка. Давай, Вань, вперед. Сейчас посмотрим, чем нас сегодня будет баловать на ужин. Скажи, Вань, скажи. Ну, у нас-то живая, а уже, когда ты смотришь, уже будет неживая. Уже будет неживая. Так, ну а мы сегодня припозднились. Что-то как-то сегодня закупались. Идем позже. Сейчас посмотрим, найдем ли мы местечко. Ну, на улице, кстати, вот, с видом на бассейн всегда очень-очень много мест. То есть, можно не обязательно сидеть в зале. Смотрите, там можно вообще с видом, с красивым на бассейн сидеть. Ой, здесь мест полно. Я всегда спокойно, никогда не могу пройти мимо десертов. Всегда обязательно подойду, посмотрю. Правда, еще ни одного не ела. Но мне нравится их рассматривать, из чего они сделаны. Ваня все ждет на ужин фрикадельки. Ему один раз понравились. Сегодня их нет у нас. Но есть хомса на пару в духовке. Курица есть, рис, баклажаны и грибы. Так, а здесь есть картошка фри, макарошки с соусом, лепешки, картошка. И вот жарят какие-то котлетки. Сейчас посмотрим. Котлетки, да, какие-то? Да. А, так вот фрикаделька, Вань. Вот фрикадельки тебе вместе с рисом как раз пойдут. Они вкусные, с рисом. Сейчас их не пробую положено на веранде. Вот с таким чудесным видом. Кстати, кто спрашивал, как переносится жара, вы знаете, я ожидала худшего. Что будет очень-очень жарко. На самом деле температура нормальная. Ну, где-то, я не знаю, градусов 30, наверное, 31 сейчас переносится нормально. Конечно, возле моря еще лучше. В городе чуть пожарче. На море попрохладнее зро. Вот такие вот запеченные овощи, кабачки, баклажаны. Я это просто обожаю. Значит, напротив у нас грибы. Сейчас мы их тоже возьмем. И вот такая вот курочка вместе с морковь. Ну и наш выбор. Курица, грибы, мои любимые лепешки и салат с баклажанами. Ване рис. А у мамы тоже что-то куриное. С шпинатом. А, с шпинатом. Вкусный он? Ну, так, ничего. Ничего? Ну, ничего. Ничего, это пустое место. Либо вкусное, либо не вкусное. Ну, вкусный. Мне нравится, как готовят. Я думала, черешня в Турции уже отошла, но нет. Черешня еще есть. И сегодня даже на ужин нас побаловали леви. Вот мы поужинали, еле вышли. Но жарко на улице все-таки, жарковато. И собираемся сейчас на прогулку. Твоя идея, кстати, подошла, чтобы больше много не есть. Да, чтобы много не есть. Так оно и получилось. Не баня, никто ничего только не съел. Бабушка уже вышла. В общем, мы идем на прогулку по вечернему Кемиру. Приглашаем вас прогуляться вместе с вами. Вот мы вышли за территорию отеля. И прямо практически напротив нас, через дорогу, вот там наш отель, переворачиваемся. И вот здесь вот напротив нас Вайкики находится. Магазин Вайкики. Их здесь в Кемере два или три. Три, по-моему, даже. Один возле мечети, один здесь. И один еще там торговая улица идет. Я помню, мы там были, видели. Так, сейчас меня просили сделать обзор женской одежды. Кратенький я сейчас сделаю. Там бабушка у нас что-то купить хочет. Что ты хочешь купить? Футболку себе встретить. Шляпу. Шляпу? Да, тут, по-моему, в Мигросе шляп нет. Ну, ой, в смысле, в Мигросе. В Вайкикики. Ну, пойдем посмотрим. Женская одежда. Давайте посмотрим, что у нас есть. Из женской одежды. Вот такие вот футболочки. С капюшончиком продаются. Хлопок. 36 лир. Умножать на 11. Такие-таки-то белые, полуспортивные. Футболки. Так, цены не вижу. А, 50 лир. Такие стоят. Так, космические вот такие вот. Такие-то кофты спортивные. Ветровки такие легкие. Тоже спортивные. Ване понравилась такая спортивная, да? Тоже спортивная. Рюкзаки разные. Сарафаны джинсовые. Джинсы. Это даже не дубочки. Это какие-то очень широкие джинсы. 90 лир такие стоят. Платье летнее. Футболки, мам, посмотрела? 90 лир такое платье стоит. Веселенько. Мам себя облюбовала. Хл? Тебе нормально будет? Нет, Хл это... Ну, Хл. Тебе надо ХХЛ, посмотри. 25 лир такая стоит. На 11 умножать. Ну, это очень широкая, мне кажется. Здесь же есть примерочная. Померите. Такие вот, смотрите. 19 лир. Крайний размер. ХХЛ. Кстати, ХХЛ есть. Посмотрите ХХЛ. ХХЛ, посмотрите. Здесь брала. Наш, кстати, с мамой любимый цвет. Нету у них. Вот в этой модели нету. М, К, Л, К. А, вот. ХХЛ. Нет, это еще больше. Ну, а тебе и надо больше. Нет, ты что? Это Лена. Это шорты. Померите. Смотрите, крашены. Такое впервые вижу. В этом году такое впервые вижу, да. 60 лир такие стоят. 60 на 11. Еще раз повторяем. Шорты, которые внизу, тоже 60 лир. 59, 99, 60 лир. Мам, смотри. Это что-то веселенькое. Какие-то тоже футболочки с рисунком. Мам, смотри, здесь опять есть это бирблэмс. Вань, подержи, пожалуйста. Подержи. Я покажу. Подержи, пожалуйста, с одной стороны. Ну, разверни футболку. Там, мама. Подержи. Мам, а кстати, смотри. Хочу рисунок посмотреть. Мам, опять. Какой-то кот дрыхнет там. Мам, смотри. Здесь опять вот эти бирки. Прид-6 лир, да. Мам, смотри. Смотри, мам. Мультяшная бирка. Мультяшная бирка. Ваня у меня бирки коллекционирует. Кому что, Ване бирки нужны. Так, сарафаны летние. XL. 90 лир. Здесь 160 лир. В районе 1000. Пойдем дальше. Вот такие шортики. 2,60 лир. Рубашки, джинсовые, сарафаны. Такие сарафаны хлопчатобумажные. 40 лир. Кстати, тоже, видите, размер X или размер. Купальники? А, купальники, кстати. Ну-ка, дай-ка, смотрите, сколько купальников стоит. Я вижу 60 лир. Но это отдельно бюстгальтер. А плавки отдельно. Плавки 35 лир стоят. Слитных много купальников. Такие слитные. Кстати, я сегодня подобные на пляже видела с одним плечом. Красиво смотрится. Так. Идем с вами дальше. Дальше, дальше. Дальше у нас здесь такие пляжные сумки есть. Тапочки. Шорты вот такие вот. Совсем простые. Ух ты, бабушка, тут у меня идет. Примерочные. Даже не вижу. Ну, вон там, наверное, где-нибудь. Пойдем прямо посмотрим. Таких вот много. Шортов. Ну, просто же их много. Здесь примерочные. Ну, вон примерка, иди мы. 25 лир стоят такие. В районе 250 рублей. Померишь, позовешь, ладно? Такие вот майки. Вот такие майки я прям вот обожаю, на самом деле. Это платье майка. Это для меня вот 40 лир. Но черный цвет. Черный цвет. Если бы был вот такой бы цвет, вот на лямках. Тааа. Нет, это 50-й? Ну, XL. 52-й. А, нормально. Нет, а они тебе... Она тебе вот здесь вот не маловато? Вот здесь вот. В рукаве. Нет. Как-то он сборит без рукав. Нет. Ну, посмотри, еще другие какие-то варианты есть. Такая вот желтенькая. Ну, ты лучше смотришь. Отлично. Да, следующее белье женское продается. 50... А, 5 лир. 150 рублей. А вот такое тоже 50 лир. Ну, это одежда домашняя. Платьяцы такие домашние. 60 лир. Стоят тапочки есть. Меховые такие прикольные. 35 лир. Так. Вот они, кстати. 39 лир. С помпончиками. А здесь джинсовое платье. 70 лир. Детский отдел. Приехали. Панечки. Сейчас все вот это вот сезон. Видите? Шортики детские. 25 лир. 250 рублей. Футболки. Что тебе? Понравилось с акулой, что ли? Или динозавр какой-то, скелет? Да нет, я смотрю. 20 лир. Кепки в ассортименте разные. А, мама, а ты же шляпу хотела посмотреть? Шляпу ты не посмотрелась? Как где-нибудь по пути. Так, а я хотела Ване посмотреть. Но здесь этого нет. Эти вот рубашки обманут. Тут надо на рынках смотреть. Они такие не делают. Видите? Плавки на мальчиках разные. Ну, сейчас, конечно, тоже для нас-то не особо актуально. Но здесь это все есть. Так, а это уже отдел для самых маленьких. Тапочки сатирают. Вот чемоданчики меня спрашивали, сколько стоит Ваня на чемодан. Но здесь такого нет, кстати. Большого. А, ну вот такой вот у тебя. Да. Вот наподобие. 159 лир. Подобие. 159 лир, это где-то 1600, ну так, с копейками. На 11 умножить. 160 на 11. Такие цены. Ага. А красный, а, подожди, а вон тот красный не тот, да? Не вне тот. Коману жду. Посмотрю, сколько строят рубашечки мужские. Медиоценник. Кто-то с ценой забирает вместе. 50 лир вот такие вот с коротеньким рукавчиком. Они разные в ассортименте. Тоже 50 лир. Такие стоят. Тебе, Вань, такая понравилась? Сколько такая стоят? Я просто смотрю вот эти. 54 лир. С магазина выходишь, в магазине так прохладно, кондиционеры работают. На улицу выходишь, так разу. Что? Ну, душно, душно. Так, ну, мы идем дальше. Посмотрим сейчас, что где. Добрый день, слабость, сувениры, специи. Радость, сувениры, специи. И приправый чай, кофе. И приправый чай, кофе. Все на спец. И текстильный. Но нам пока что это не нужно. Девочки, здрасте. И тем более, если нужно, мы поедем. Добро пожаловать в домашний постельный объект. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Поедем на фабрику. Ну, в смысле, не на фабрику. В Анталью поедем в магазин, который я уже знаю, где это нужно купить. Сейчас шляпу мама хочет тебе купить. И гуляем не только мы. Гуляет очень много людей. И коллекция. Ох, чемоданы. Один другого крашу, чемоданы. Спасибо. Детский, какие красивые. Девочка. Вот наподобие. Это что, 85 долларов, что ли, стоит, да? Они сейчас 35 долларов. А, 35 долларов. Ближе к теме, спасибо. Молодой человек, зайдите, пожалуйста. 35 долларов. Такой же чемодан, как в Вайкике. В Вайкике 1600. Сейчас купим где-нибудь. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Так, здесь видите, какая одежда интересная. Здравствуйте, здравствуйте. Все отлично. Видите, какие здесь молодцы. Продавцы всех привлекают. Только заходите. Видите, кстати, вот она, эта фирма, Долив. Кто меня спрашивал, вот она, эта фирма. Вот они, эти шампуни. Они здесь есть на каждом углу. Вот в Кемере на каждом углу. В Аланье мы их нигде не могли найти. В смысле, в Анталии нигде не могли найти. Кондиционер для волос. Сами шампуни, масло. Вот эту фирму не знаю. А? Кемер, знаете как, все отдыхают. отдыхающие, да, мам? Целый день на пляже намаялись. Наелись за целый день, да? А дальше начинается приключение вечернее. Что нужно пойти себя показать, людей посмотреть, шопингом заняться, прогуляться. Нет, то есть вот не одна я такая, которая не любит на территории отеля сидеть. А мне нужно, понимаешь, куда-то идти. Чтоб можно было куда-то выйти. Не могу на территории отеля сидеть. Прогуляться. Ну, прогуляться заодно, посмотреть, сколько тут всего интересного. В этом плане турки молодцы. Все-таки смотри, и халатики детские, да, вот все как-то вот предусмотрено. И прям совсем вот малепусенькие у них и кроссовочки, и тапочки на совсем маленьких можно найти. Вот, здесь магазин игрушек целый, большой. Маски? Пойдем посмотрим, сколько стоят. Мам, смотри, там сняжь. Вижу. Сейчас глянем. Так. Вот, но вот эти маски, они дорогие, вот эти маски. Я тебе говорю вот про такую маску, что нужно взять. Обычную маску. Это очки, это маска с трубкой. Сколько такая стоит маска с трубкой? Ты же все равно не сможешь с трубкой, с этой, понимаешь, плавать. Как она? Ну, трубку надо ртом дышать. В трубку надо ртом. А сколько такие стоят? Это с ликонистикл 30 долларов. 30 долларов? А вот такие маски сколько стоят? Это 50 долларов. 50 долларов. 50 долларов. А чем они отличаются-то? Там пластик, что ли? Да, пластик. А здесь стекло? Стекло. И там они что, запотевать будут или что? Запотеют они это. Или пластик вылетает. Чем плохо, вы мне объясните? Да, это. Допустим, на 10 дней поплавать и забыть потом. А? Не понимаете? Я так опоминюю, Ваня. На рукавнике. Здесь куча браслетиков разных продается. Одна штука, один доллар. Смотрите, что доллар, что евро. Шесть штук, пять долларов. Вот таких вот разных браслет. Пойдем. Чай. 260 рублей. Какой? Маски. Нет, плохой крем. Ваня у нас есть нормальный крем, не веет. У Вани у меня аллергия на крем пошла, но не на не веет, на какой-то другой. Китс. Китс больше не будем использовать. На экскурсии девушка не живет? Нет, спасибо. Тулейман Баркатали, друг бедных. Спасибо. Вот здесь тоже снимите нам, а вот этот закините нам. Снимите вас. Давайте сниму, расскажите. Мы здесь экскурсии предлагаем. Мира Акека во сколько стоит сейчас? 18 долларов стоит. 18 долларов на человека. Да, у вас бедов крокодилов дороже. Да, так, а вот это что за Долосу парк? А, ну это это, аквапарк. 30 долларов. 30 долларов. А черепахи там? Что-то с черепахами. Черепахи это Фазелис там есть. И сколько стоит? 10 долларов. 10 долларов? А ехать сколько? 5 минут буквально. 5 минут откуда? С отеля. Да? Да, с порта, с порта. 10 долларов, да? А во сколько экскурсии еще? 9.30 забираем, до 16.00. Кормите? Конечно. Мы подойдем тогда к вам. Спасибо. Мы хотим на черепах посмотреть. Давай, на черепах будем смотреть? Нет. Почему нет-то? На яхте тебе же понравилось плавать. Смотрите, нет, нет, нет. Мам, мы можем потом в Зеленоград опять съехать? Да нет, ты не понял. В Зеленограде маленькие черепашки. А это большие черепахи здесь. Не маленькие. Что ты, мама, идешь, я не поняла, здесь манит светом своей. Роскошь. Да какая она роскошь. Беремки. Такие вот коралловые тапочки продаются. По кораллам ходить. Хорошие. А, и здесь, кстати, везде вот эти чехлы для телефона, чтобы телефон не промокал. Повесить. У нас, знаете, будешь искать, днем со днем не найдешь. А здесь это актуально. Поэтому здесь этого много. Шляпы, мам. Ну, не очень. Ну, не очень, да. Ну, не очень. Так, ну и вот так вот мы дошли практически до самого центра. Минут за 15 неиспешным шагом. И здесь у нас, посмотрите, это для Ивана. Если он хочет у нас куда-нибудь провалиться, то здесь вот эти вот фонтанчики. Площадь фонтанов. Такая классная, да? Пойдем посмотрим. Вода льется. И для красоты стеной. И для фотографий. Видите, как это красиво в подсветке. Мы здесь по днем были. А, Ваня, а вон она, смотри, этот фонтан, который льет из земли, бьет, как у нас в Зеленограде. Вон он, видишь? Здесь тоже мороженое продается. Здесь все кругом в воде, знаете? Потому что, наверное, так жарко здесь, что поэтому везде кругом водичка. Вот. Вот здесь вот такой вот замечательный фонтан для детей, которые любят побегать. Ну, иди пробеги, Ваня, разрешаю мимо. Только не в сам фонтан. Все, Ванюся. Ванюся мне тоже попозировала здесь. Здесь все по очереди. Видите, возле этой стены. Все фотографируются. Так, ну ладно. А мы идем дальше. И прям здесь, здесь ветерок прям прохлада, да, чувствуется, ощущается? Как мы там? А я знаю, что мы жили тогда. Мам, в Кирише мы в Аувадуне жили. Приезжали сюда. На автобусе. Да, приезжали. Мама вспомнила, наконец-то, как мы гуляли по этой улице. Только сейчас. И, слушайте, даже не помню, где... Этот дет, мам, тогда дедушка вел, что ты так забыла, как он тебя вел. Вот здесь мне, что нравится в Кемере, очень-очень много фонтанчиков. И что, теперь мы сюда, нам не надо ехать, мы можем сюда спокойненько дойти пешочком. Прогуляться, посмотреть. Ну, вот этот магазин, я помню, там дорогие цены очень. Там вот это вот 100 долларов, 150 долларов. Вот это вот белые платья все. Хлопок. То, что хлопок, видишь? От 100 долларов начинается. Стеклянный мост. Каждому свое. Вань, вот мороженое, кстати, выбирай. Вот, видишь, разное мороженое. Какое ты хочешь? Выбирай еще. Вон, смотри, разноцветное какое-то. Вот, вон, на печеньке. Разноцветное с печеньем. Блин, тебе красота. Мама, платье облюбовала. Они все маленького размера. Съел, еле мусорку нашли. Смотри, все в пайетках на девочке. Красивое платье. Идем, мы шедем потихонечку. Мама, я не знаю, как она без меня бы ходила. 6 долларов футболки стоят. Просто обычные белые футболочки. 6 долларов футболки. Давайте посмотрим, какие есть футболочки. Это маленький размер, да? Нет, нет. На вас тоже будет хорошо. Тоже будет хорошо. Купальники какие. Кстати, наподобие красный. Как мой купальник. Как будто бы деревянный. Деревянный? Да. Ваня все циники себе приглядывает. Вот яркий купальник. Такой вот 375 лир стоит. Ну, где-то около 4 тысячи. Пожалуйста, давай купальник тебе продадим. Кому? Тебе. Мне? Сегодня у нас продажи нету. Давай, выручи нас. Не, я не знаю. Ты же зашла, пустое, не выходи. Мне купальник не нужен. Мне вот, если бы маечку какую посмотреть, Мам, как тебе майки вот такие? Очень красивая. Так заканчивается наш день. Пришли в отель. Нагулялись. Еле живые. У Вани пепси, у мамы чай. У меня, не знаю, что-то намешали, не пойми чего. Сейчас буду пробовать. В общем, вот таким вот образом прошел сегодняшний наш день. Был очень насыщенный. Даже на анимацию времени нет. Потому что у меня мистер отель. А, где тут нет? Я и мистер отель не очень другая, поэтому на анимацию не остались. А вот вчера были фокусы. Это было довольно-таки интересно. Ну, а всем, как всегда, добра, удачи, позитива, хорошего настроения. Отличного отдыха. И обязательно увидимся с вами в ВЭФ. Пока-пока. Пока-пока. Пришли мы в номер. А там, видите, с Терешкой парень ездит. Он поздно вечером приезжает. Оставляют в холодильнике набор. В наборе, конечно, немного. Но все равно приятно. Вот когда такие вот поздние рейсы, как у нас были в 12, Ваня хотел есть. Потому что его всю дорогу рвало. Он приехал не какой-то, хоть что-то перекусить. То есть, хотя бы в этом моменте. Это очень здорово. Все. Увидимся.